Сделав адаптейшн по семи самураям, я искренне влюбился в творчество Акиры Курасавы, и мне хотелось рассмотреть его работы вновь в рамках схожего видео. Я знал, что ее Димба был несколько раз адаптирован, но увы, фильм и сам основан на книге Дэшила Хэммита, так что уместнее было бы впихнуть его в книжную полку, ибо в адаптейшн только оригинальные произведения. Но в какой-то момент я понял, что правила для своих рубрик придумываю я сам, и отдавая должное всем демократическим диктаторам, приветствую на канале Это Тим. И адаптейшн поет Димба, проще говоря, телохранителю. Последний не совсем правильный перевод, но не суть. Фильм вроде бы основан на двух книгах Дэшила Хэммита, но в наибольшей степени кровавой жатве. Там речь шла о том, как главный герой стравливает преступные группировки и продажных копов, очищает город и после уходит в закат. В общем и целом, телохранитель именно об этом. Безымянный Ронин посещает небольшой городок, в котором кое-как сосуществуют две банды. В городе нормальных людей-то почти не осталось. Никакой толком торговли, лишь гробовщик радуется постоянной работе. Герой останавливается у владельца трактира и начинает выяснять, что к чему. Никакой четкой мотивации у самурая нет, лишь стремление творить справедливость, пожалуй. Первое время Ронин кажется человеком расчетливым, которому нужны только деньги, и потому он легко меняет сторону, переходя от одного хозяина к другому. Хотя первый переход был обусловлен тем, что герой услышал, как в двух шагах от него обсуждают его же убийство. Это странное решение, ибо вы же имеете представление о японских домах? Слышимость-то му-го-го. В одной банде заправляют муж и жена, у них есть сын, в другой – братья. Причем эта банда удерживает женщину, которую за долги отдал несчастный муж. Имеется маленький сын. Это важно, ибо подобные моменты будут повторяться. Как и то, что в начале фильма самый умелый воин банды-похитителей отсутствует. Какое-то время банды придерживаются мира, ибо город навещает чиновник, и после вроде бы планируют прекратить вражду, но из-за некой тайны, которая становится известна главному герою, и позже им используется перемирию конец. И вот это, на мой взгляд, несколько спорный момент. Постоянные убийства бы прекратились. Да, герой терял возможность подзаработать, но не похоже, что ему это интересно. Ронин с виду хладнокровен. Забавляет то, что члены противоположных банд верят чуть ли не каждому его слову, и лишь самый проницательный. Тот самый член банды, который появляется позже, понимает, что к чему. С одной стороны, похищается сын главы банды, с другой – та самая женщина. И небольшое отступление. Что не так с этим персонажем? Серьезно. Зачем он специально загибает губу, и режиссер даже делает на этом акцент. Еще ему на бровь. Ох, я понимаю, гиперболизация. Кстати, о ней. Этот японец – просто огромный. Настоящий гигант. Хотя ума не особо много. Но чего удивляться, речь идет о деревенской банде, и этим можно объяснить их легковерность. Протагонист очень быстро и умело убивает охранников, стерегущих женщину. Освобождает ее и отдает ей, мужу, все заработанные деньги. Герои вроде бы верят, но позже обман вскрывается. Его избивают, пытают, желая выведать, куда бежала женщина. И параллельно вторая банда уничтожается. Их дом поджигают, мужа, хитрую жену и сына убивают. Пока они молят о пощаде. Герои спасаются благодаря помощи трактирщика и гробовщика. Проходит несколько дней. Ронин восстанавливает силы. И тут гробовщик приходит с неприятным известием. Трактирщика, несущего припасы героев. Замечают, похищают и пытают злодей. Ронин возвращается в разрушенный город. При нем немало врагов. Причем тот самый умелый у носуки – стрелок. И Куросава вновь возвращается к присущим многим японцам мысли о том, что меч – оружие воина. А вот огнестрелом пользуются только трусливые, подлые и незаслуживающие доверия люди. Герой броском ножа ранит носуки и легко убивает прочих противников, после уходя в закат. У носуки, умирая. Просит дать ему пистолет, в котором не осталось пули. Ибо без пистолета он будто голый. Протагонист верит. И первая попытка прокручивает барабан в пустую. А после силы нажать на курок у злодея почти не остается. А все почему? Потому что он стрелок. Характерной чертой данного фильма является некая мифичность главного героя. Его способности нереалистичны. Каким бы мастером меча ты не был, убить 6-8 человек в одиночку, не получив ни царапины, и задача невозможная. Это перекочевало в запригорочную долларов. И после во многие другие спагетти-вестерны. Кстати, об этом. При просмотре фильма не раз возникало ощущение, что передо мной классический, узнаваемый и немного клише вестерн. Однако оно было ошибочным деловцом, что за пригоршню долларов напрямую цитирует Йодзимба. А фильм Серджио Леоне, в свою очередь, дал старт распространению спагетти-вестернов. Я не любитель данного жанра. Однако в мировой культуре различных отсылок невероятное количество. И да, это определенно было в Симпсонах. Несмотря на все это, фильм можно было бы назвать обычным. Не особо выдающимся, и это во многом так. Он не дотягивает до семи самураев. Однако все вытягивает актерская игра Тассира Мифуна. В адаптейшн по семи самураям я отмечал, что лучший персонаж актер и подлинная звезда фильма Кикутио. Роль которого также исполнил Мифуна. Курасава снимал его не реже, чем Бертон Джонни Деппа. Радует внимание к мелочам. Например, когда глава банды говорит, что уж вместе с героем и еще одним воином они точно справятся. Протагонист доливает злодею саке, и видно, как чашка трясется в руках главы банды. Показывая, что не очень-то и верит в свои слова. У телохранителя имеется продолжение с тем же главным героем, но речь сегодня не о том. За пригорщину долларов Леона стартует очень странно. К из-фуду подбегает суетливый мужичок со словами «Ахахах, хочешь денег? Если ты умеешь убивать, заработаешь! А может и сам помрешь! Ахахах!» Далее группа гопников говорит «Ахахах, ты совершил большую ошибку, прибыв в этот город! Ахахах! Нет, знаешь что? Куда большую ошибку ты совершил, родившись!» Раунд? Злодея стреляет под копыта коня, тот мчится вдаль, Герой хватается за металлическую перекладину, виснет на ней и говорит «Здресть!» Хозяину таверны. Снова появляется суетливый мужичок со словами «Ахахаха! Так ты точно не заработаешь!» Эта сцена смотрится странно. В остальном за пригорщину долларов копирует сюжет Йодзимба, разве что женщина принадлежит тому самому хитрому брату Бандюгану, который появляется в фильме позже. Секрет не убийство судьи, а дерзкое ограбление каравана. Герой, все так же показывая свои навыки, просит гробовщика подготовить гробы. Отличается лишь концовка. Протагонист, отлеживаясь, решает в последнем бою использовать чит и навешивать на себя металлическую пластину. Когда Истут один выходит против группы бандитов, стреляет почему-то лишь тот топ-бандит. И так как нам показывали ранее, что он всегда целится лишь в сердце, использование брони вроде как логично. Хотя после нескольких выстрелов можно было бы прицелиться в конечности или голову. Больше никто в героя не стреляет, все просто стоят и смотрят через миг, падая под градом его пуль. После Истут уходит в закат. Фильм в общем и целом смотрится чуть слабее телохранителя. Но как и в случае с Курасавой, картина Леона вытаскивает мощнейшее харизмой талант актера. Думаю, никто не будет спорить, что Клинт Истут – подлинная звезда. Занятно, что Леон, скопировав фильм Курасавой, почти подчистую не имел на это никаких прав. Потому ушлый японец отсудил немалую сумму денег. Конечно, можно было бы сказать, что то экранизация книги и разбираться уже с несколько иной категорией прав. Но слишком уж Леон и наплагиатил. Третий фильм «Герой-одиночка» внезапно, ближе всего, книги первоисточнику. Хотя бы по времени действия. Исполнитель главной роли Брюс Уиллис. Важно отметить, что фильм был бы не очень без исполнителя главной роли, однако Уиллис не дотягивает до своих коллег. В силу ряда причин. Еще он более вовлечен в происходящее и обо всем по порядку. Начну с того, что фильм не знает, как себя позиционировать. Закадровый голос главного героя, цинично повествующий о происходящем, явно намекает на нуар. Как и наличие той самой женщины. И даже не одной. Место действия – запыленный городок, сильно отдающий Диким Западом. На героя снова нападают гопники, портят его автомобиль. И у меня вопрос. Если вы не любите чужаков и желаете, чтобы герой поскорее выбрался из города, зачем, черт возьми, прокалывать шины его машины? В городе две банды. Одна – стандартная американская, вторая итальянская. Один из ее ярких представителей даже снимался в клане Сопрано. Имеется абсолютно коррумпированный шериф. Однако в итоге он помогает протагонисту, осуществляя функцию гробовщика из двух предыдущих фильмов. Главный герой демонстрирует способность и убивает всего одного противника, и все его умение состоит в стрельбе с двух рук. Уиллис переходит с одной стороны на другую не потому, что его пытаются предать и обобрать, что отличается от двух других фильмов. У итальянцев есть босс с женщиной и парнем помладше. Но женщина не жена, а злодей даже делает ей ББПЕ, а герой проявляет повышенное внимание, пытаясь спасти и защитить. Причем таких женщин в фильме 3. Помимо вышеуказанной, стандартно удерживаемая, против воли главой второй преступной группировки и проститутка. Да, главный герой этот занимается сексом и постоянно проявляет интерес к женскому полу. Что опять же отличает его от холодного профессионализма героев Мифуна и Ист. Убийца-профессионал из противоборствующей банды, появляющейся в фильме позже, внезапно Кристофер Уокин. Актер он, конечно, талантливый, но черт возьми не тянет на жестокого убийцу совсем. Мужа удерживаемой женщины в фильме нет. Уокин убивает копа, из-за чего к Уиллису приходит доктор Келлса из клиники, говоря, ты тут разберись, чтобы к моему приходу осталась только одна банда, а то проблем больно много, да и тебе лучше тут уже не быть. То есть герой не сам хочет избавиться от преступников просто потому что его к этому подталкивают. Уиллис не притворяется, что хочет лишь денег. Это действительно его основная цель. Но тут женщины бежают, как не вмешаться? Снова обмен заложниками, после которого главный герой снова же убивает охранников, освобождает женщину и через некоторое время его ловят. Снова банда с похищенной женщиной истребляет противников, поджигая их убежище. Герой приходит в себя, спасает трактирщика и уже в следующей стычке полностью избавляется от противников. В целом фильм воспринимается несколько хуже двух предыдущих. Йодзимба доложила основу для появления целого поджанра фильмов Б-класса, во многом благодаря адаптации Серджио Леона. Три рассмотренных фильма, увы, нельзя назвать шедеврами кинематографа, вы больны со мной не согласиться. Но это не фильмы, имеющие высокую художественную ценность, а лучшее, что в них есть, исполнители главных ролей, чьи таланты харизма позволяют назвать что телохранителя, что за приигрышня долларов, что героя-одиночку хорошими фильмами. В следующий раз я, пожалуй, затрону сериалы, там тоже есть о чем поговорить. А на этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и пока.